Всем привет еще раз, с кем мы еще не знакомы. Я уже в колесах пятый год и как два года руководитель команды рекрутинга. Сегодня я хочу вам рассказать про тему грейдов, тому, так как мы к ним пришли, какие мы определили грейды, какие инструменты используем, ну и в целом, с чем мы столкнулись, какие были сложности и что в итоге эти грейды нам дали. Вот, начнем нашу историю. Это я, а это моя команда. На очередном из тет-а-тетов с командой я поняла, что ведь HR-ов тоже нужно качать, и команду нужно качать еще больше. А как ее качать? Я придумала самый легкий способ, это всем идти в HR-бизнес-партнерство. Мы начали смотреть очень много курсов на лабе с девчонками, читали статьи, на каждом из тет-а-тетов я спрашивала, ну как тебе, ну кто такой HR-партнер бизнес, хочешь туда? И что в итоге я видела? HR-бизнес-партнер, что это вообще такое? Это была, наверное, наша ошибка, потому что в итоге мы ни к чему не пришли. И в один из дней я обратилась в команду обучения, к Вере, и вместе с ней мы придумали, что нужно идти грейдом. Грейды. Скажите, пожалуйста, как, кто это понимает? Грейды, грейдирование. Давай, Гаухара. Да, 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 отлично. У кого еще есть? Может, та сторона? Да, отлично. Если простыми словами, грейд — это система оценки навыков. Вот когда мы поняли, что нам нужно создавать грейды, естественно, у нас возникли вопросы, а вообще, что мы будем оценивать, как мы будем оценивать, кто будет оценивать, и вообще, для чего это все нужно. Ну, с чего мы начали? А, и самое важное, прошу прощения, если я этот слайд забывала, чем джун будет отличаться от мидла, а мидл будет отличаться от синера. С чего мы начали? Во-первых, мы определили уровни грейдов в HR. Наверное, с уровней все знакомы, да, в грейдировании. У нас получилось это интерн, это наш академик, возможно, в вашей компании, это будет стажер, джун, мидл и синер. После того, как мы поняли, сколько уровней грейдов у нас будет, каждому из грейдов мы написали описание. Для чего? Чтобы каждый в команде понимал, что же на каком грейде нужно будет делать. Я здесь приготовила небольшие примеры, чтобы вы наглядно это видели. Если вы видите интерна, он только начинает развиваться в HR, у него горят глаза, он все схватывает на лету, он вовлечен, не боится задавать вопросы, и, то есть, очень хорошо слушает ментора, его наставления. Он пока еще здесь не самостоятелен. Здесь рядом идет ментор, который ему помогает. Далее это джун, то бишь уже наш академик, возможно, ваш стажер, который уже еще проходит испытательный срок, он уже знает о компании, в целом активно прокачивает свои хард и софтскиллы, учится сам принимать решения, проявляет инициативу, задает вопросы ментору, ну и так далее. Если видим мидла, тут уже он ведет самостоятельно IT-позиции, у него уже есть авторитет внутри компании, к нему могут подойти с любыми вопросами, может обсудить сам про позицию, взять вакансию в работу, и уже потихоньку начинает качать HR-бренд. И дальше у нас senior, это то бишь наш HR-бизнес-партнер, который уже отвечает за целое направление. Это такая правая рука руководителя, берет на себя теты, мотивацию, также продолжает вести рекрутинг и поддерживает атмосферу в команде. Так, тут на примерах все окей, да? После того, как мы поняли, что же будет делать HR на определенном из грейдов, мы все-таки приняли решение, какие у нас должны быть критерии оценки. Для себя мы определили их три. Это хардскиллы, про которые много говорили, это софтскиллы, и это бизнесовая часть. Давайте я расскажу побольше про хардскиллы. А какие же для себя мы определили харды? Вы знаете, как только мы начали создавать грейды, для меня самое важное было, чтобы они были рабочие, чтобы это не была какая-то теория, которую нужно заучить, или такие вещи, которые мы вообще не делаем, а я прихожу к команде и говорю, ну вот, по хардам ты должна делать вот это. А на самом деле она этого не делает. Определили следующее? Это работа с вакансиями. Это то, как HR берет работу в вакансии, снимает заявку, понимает портрет. Работа с кандидатами. Это то, как она проводит телефонные интервью, какая у нее воронка, конверсия. Мы это все отслеживаем. Собеседование. Это подготовка к собеседованию. Это вопросы. Это правильное заполнение нашего чек-листа. Правильное выявление наших ценностей, которые важны. И знание рынка. Сюда входят тренды, сюда входят доноры компаний. То есть, чтобы HR понимал, когда открывается позиция, куда ему можно идти, кроме определенных компаний. Это вот основное. Далее, работа на примере. Покажу вам работу с вакансией. Что это такое? Как я уже говорила, это снятие заявки, это портрет, описание, размещение и каналы поиска. Идем. Что же должен делать интерн на этом этапе? Интерн. Он у нас еще только умеет разбирать отклики, отбирает кандидатов по резюме, использует базовые источники поиска, такие как HeadHunter, ну, линк и, возможно, есть какие-то чатики. Когда интерн уже становится джуном, здесь он уже работает в холодную, здесь у него же есть еще более круче источники поиска. Он уже самостоятельно размещает вакансии, ну, и может сам самостоятельно составить базовый портрет кандидата, когда он придет к нашему заказчику. Когда ты уже на Grady Middle, ты уже закрываешь сложные вакансии, у тебя уже есть своя база, своя наработанная база, ты активно используешь нестандартные источники поиска, ну, и знаешь нишевые чатики, где точно сидят ребята и умеешь хантить сложных кандидатов. Вот, возможно, сейчас описание, и вы немножко будете понимать, какого вы грейда, возможно, сегодня. Вот. И senior — это уже сложные, нестандартные позиции. Они у нас в колесах бывают. Это GR, руководители, PR, вот, который мы долго искали, я про него сейчас расскажу. Вот. И он уже такой эксперт в хантинге. Вот. После того, как мы определили харды, мы пошли к софтам. Наверное, это было самое важное, из важнейших — это soft skill. Здесь мы очень долго думали, что же важно, что же для нас будет критерием оценки, и пришли, шли от наших ценностей, и пришли к тому, что это будет эмпатия, это будет командность, это будет вовлеченность и развитие. Давайте разберем на примере про эмпатию. Для нас эмпатия в колесах — это когда HR чувствует кандидатов, ребят может проявить сочувствие, умеет слушать и слышать. Сейчас покажу пример на том, как это все происходит. Мы здесь не стали сильно углубляться и объединили intern, junior и middle и senior. Вот, к примеру, у нас есть intern и junior. Здесь на этом грейде ты только понимаешь, что чувствуют ребята в команде, вовремя замечаешь тревогу, недовольство, какие-то конфликтные ситуации ты можешь предотвратить, ну и слышишь и слушаешь ребят. Когда ты уже на позиции middle и senior, здесь ты уже можешь влиять на эмоциональный настрой других ребят, команды, лидов, даже руководителей. Здесь ты уже умеешь считывать эмоции, состояние ребят, а самое главное — ты предлагаешь пути решения. То есть если на позиции интерна, джуна, ты еще как бы просто понимаешь, а здесь ты уже должен принимать решения и участвовать в этом процессе. Вот. После того, как мы определили, какие софты важны, мы пошли к бизнесовой части. Очень классно, когда ты качаешь и харды, и софты, но в какой-то момент очень важно понимать бизнес. Почему принимаются те или иные решения в компании? Что же для нас бизнесовая часть? Это понимание бизнеса, это специфика команд, это коннект с руководителем. Небольшие сейчас примеры тоже будут. Интерн. Интерн знает, это по нашей схеме, интерн знает руководителя дела, кто за что отвечает, но еще не знаком лично. Если мы говорим про джуна, то здесь уже джун учится определять потребности руководителей вакансий, снимает портрет четко кандидата, учится выстраивать индивидуальную коммуникацию с каждым руководителем лидом и находит подход при подборе. И если говорить про медла, то здесь он уже умеет определять, какой кандидат пойдет в команду, в которой он будет работать, умеет без конфликтов отстоять свое мнение и умеет приводить аргументы за и против. Если говорить про бизнесовую часть, почему она так сильно важна, потому что мы строим очень сильный коннект, тут, как уже говорила, Алтуша с руководителями, строим тандем, потому что руководители ваши, ваши лиды, это те ребята как раз, кто транслирует ценности компании. Никто как руководитель элит не знает мотивацию в своей команде, а вы тот человек, который может ему еще больше помочь. Не потому что там руководитель элит не справляется, а потому что вместе у вас будет тандем и мощная синергия сделать еще круче, чтобы ребятам было хорошо. После того, как мы определили, какие у нас будут критерии оценки, какие будут уровни, приготовили описание, мы пошли презентовать эту команде. До этого мы уже вместе с Верой отправили заказчикам все необходимое… Так, отправили заказчикам файлик с нашими вопросами, я сейчас покажу вам, и уже заранее определили уровни грейдов наших девочек и презентовали это все команде. Что было важно на этой презентации? Для нас важно было это четко описать грейды, четко объяснить команде, какие будут критерии оценки, мы рассказали про методику оценки, ну и, конечно, рассказали про условия сдачи грейдов. Вот. И далее пошли работать. Сейчас я вам расскажу про инструменты, которые в итоге мы используем для оценки, и что же нам помогает. У нас их два. Форма обратной связи — это наш основной инструмент, и KPI — наш дополнительный инструмент. Сейчас покажу примеры, чтобы вам было видно. Вот так вот выглядят вопросы, которые отправляются нашим заказчикам, с кем девчонки вели собеседование. Вы здесь видите критерии софты, критерии харды и вопросы, которые мы готовили. После того, как, получается, ребята отвечают, в итоге это все выглядит вот так вот. Здесь открытые вопросы, фидбейки, как вы видите, заказчика и руководителя. Вот. Самое важное, что в этой форме есть, это как раз-таки открытые вопросы, на что мы обращаем внимание. Это самое важное, поэтому если вы в будущем или сейчас у вас есть грейды, обязательно говорите руководителям, что важнее всего — открытые вопросы. Здесь вот на примере одном можете посмотреть. Далее у нас есть наш трехмесячный KPI, ой, простите, квартальный KPI. Да, здесь у нас с девчонками есть позиции, которые мы берем, есть сроки, получается, и количество. Для чего это надо? Чтобы каждый из нас понимал результат работы, понимал, сколько вакансий мы закрыли, сколько мы смотрим воронки, считаем, где мы что сделали не так, чтобы в следующий месяц взять и это все переработать. Вот. Зачем эта штука нужна? Когда я иду, готовлюсь защищать, если я вижу, что у меня в команде девочка не закрывает KPI несколько месяцев, то, соответственно, подать на грейд я ее не могу. Поэтому я оцениваю форму обратной связи и KPI. Еще мы в команде сделали такую удобную штуку, что каждый из нас каждые полгода собирает достижения и результаты, которые были сделаны за этот период. Здесь количество закрытых офферов, здесь дополнительные проекты, что мы успели сделать, где мы проявили вовлеченность, инициативу, и в итоге, как она помогла в работе и в целом ребятам и в компании. Что классно тоже дало, я получала фидбэки от девочек, что действительно ты понимаешь за полгода, что же ты сделал классного и сам уже примерно можешь оценить, как ты идешь. Вот. Это вот примеры тоже. Они разные, чтобы вы посмотрели. Здесь и фреймворки, работы, допустим, с бухгалтерией. Мы очень много меняли вопросов. Как уже говорила Алтуша, мы проводили воркшопы. Для чего? Потому что мы столкнулись с моментом, что иногда бывает, мы не понимаем, кто же точно нужен. Поэтому мы, ребят, очень многому тоже здесь учим. И сами учимся у ребят и берем много обратной связи. Вот. И небольшие рекомендации, которые я хотела вам дать. Если вы задумаетесь создавать грейды, то обязательно можете снять, сфотографировать. Обязательно определите, сколько уровней грейдов у вас будет, какие компетенции вы будете оценивать, потому что вы не можете просто так прийти и сказать, ну вот ты должен вот это, вот это, вот это. А зачем? Для чего? Что это даст вашей команде? Зачем мы это вообще будем делать? Вас могут задавать такие вопросы. При помощи каких инструментов вы будете оценивать? У вас их может быть несколько. Мы выбрали для себя один. Он рабочий, но я не знаю, что будет дальше. Возможно, через полгода, год. Ведь грейды тоже меняются. Мы за ними следим. Мы будем это сейчас менять. Но вот если говорить по текущей ситуации, полгода нашим грейдам, и все прекрасно работает. Обязательно определите, кто будет оценивать и как будет проходить сдача грейдов. Определите, самое важное, для каждого грейда уровень заработной платы. Вот это вот основные моменты, с которыми вы столкнетесь, так же, как мы. Только мы не знали, где брать эту информацию, а у вас уже примерно будет небольшой фреймворк. И обязательно, очень важно, это чекайте на актуальность, потому что все меняется. Даже сейчас у нас мы понимаем, что что-то мы уже не делаем, допустим, в хардскиллах, и поэтому что-то убираем. Если, допустим, мы… Да, мы, в общем, убираем. Ну и напоследок расскажу, как проходит наша защита. На грейд мы можем подать через полгода для защиты, получается, предварительно собираем фидбэки заказчиков и результаты работы за период у команды, проводим защиту с руководителем, HR-менеджер, HRD и менеджер по развитию и обучению. То есть я иду как руководитель, который защищает. У меня идет презентация, почему я так решила, и, соответственно, я получаю очень много вопросов. Как ты поняла, что она здесь проявила инициативу? Как ты поняла, что она помогла команде? И здесь я уже защищаю и даю расклад. Вот. Выводы. Что же помогли… Что же грейды принесли в команду? Для меня, как для руководителя, прежде всего, я поняла, как мне нужно качать команду. Девчонки мои внутри команды поняли, как же можно расти внутри позиции, куда же можно идти дальше. Самое важное появилось системное развитие команды у нас, потому что если раньше мы там что-то делали, потом забывали, возвращались, а мы же хотели так делать, то теперь мы систематически это все делаем, чекаем, проверяем на актуальность и очень быстро растем. Вот. Спасибо вам большое. Вот. Может быть, вопросы будут, я с радостью отвечу. Спасибо тебе большое. Кстати, вот у нас девушка Вера, которая ходит. Да. Это наш старший менеджер направления обучения, и как раз-таки Вера у нас очень сильно нам помогает в грейдах. Очень сильно. С этого месяца мы перешли на новую систему дашбордов. Теперь у нас все более красивее, лучше. Вот. Мы также используем Google формы, чтобы это не было что-то супер-супер сложное. Вот. Ну и помимо этого ты затронула тему воронок. Нам тоже в этом очень круто помогает HandFlow. Да, мы прям очень сильно чекаем, смотрим, где у нас были слабые места, что мы делаем не так, чтобы в следующий раз уже такого не было. И это очень сильно помогает. Если вдруг кто-то еще пользуется HandFlow, там у них есть крутая штука. Они, правда, платно за деньги, но предоставляют собственное API, и благодаря этого мы их сильно интегрировали в собственные внутренние и внешние системы.